47-летний нацгвардеец Сергей с позывным «Кудрявый» командир отделения одного из батальонов 5-й Слобожанской бригады только вернулся с боевого дежурства. До полномасштабного вторжения России он жил в Лозовой Харьковской области. Военкомат пришёл добровольцем в первые дни вторжения и записался в ряды Национальной гвардии Украины. За плечами бои под Купенском, Кременной, Клещеевкой. Именно там он получил тяжёлое ранение. Двое суток военный вместе с побратимом держал оборону, когда противник подошёл к позициям вплотную. «Мы перед этим атаку отбили. Потом ребята пошли на откат. Их поменяли. Пришли другие, но они не остались с нами, а пошли занимать ещё одну позицию. А мы на этой позиции остались. В основном по нам ФПВ-дроны работали, миномёты, чтобы погасить нашу точку. Было такое, что с 10 метров вступал в бой. Мне кричали «сдавайся и будешь жить». Я им гранату в ответ». За участие в том бою Сергея приставили к награде за отвагу. После реабилитации гвардейц вновь вернулся к своим. В звании младшего сержанта. «Это вот тот самый младший сержант, который должен быть. Тот, кто не только служит, а тот, кто умеет и может командовать. Тот, кого слушают. Тот, кто может заменить и офицера, если будет надо, и бойца. Я говорю, это самый надёжный человек, которого я знаю». До полномасштабной войны Сергей работал в сфере энергетики – монтажником-высотником. По его словам, атаки армии РФ по критической инфраструктуре Харькова и других городов Украины оценивает, как запугивание людей. Говорит, всё будет восстановлено. Нужно немного подождать. «Я так понимаю, что это специально делают. Давят на простых людей, чтобы они на президента давили. Что, мол, иди с ними договаривайся. Вот они и стараются разрушить нам энергетику и все остальные блага для людей. Но у нас люди такие, что не будет у нас какое-то время света. Ничего, у нас люди это переживут, и всё будет хорошо». Сейчас подразделение, в котором служит младший сержант, на ротации. Парни обеспечивают оборону Харькова и области. Нацгвардеец уверен, российским оккупантам не удастся захватить ни Харьков, ни Харьковскую область. Пока он и его побратимы охраняют каждый метр украинской земли. «Никто никому сдавать ничего не будет. Я знаю, что всё будет наше. Всё будет Украина». Наталья Белокудри, Андрей Домовой из Харьковской области для телеканала «Фридом».